шалом 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 дорогие братья и сестры доброе утро всем вам сегодня замечательное утро 17 сентября 2013 года и как же мне хотелось бы быть сегодня вместе на пасовской встрече в городе черкассах вместе с братьями и сестрами чтобы молиться и славить господа поклоняться тому кто призвал нас кто избрал кто доверил нам быть носителем его славы его любви его благодати служить его народа пости его а ведь мы любим его вот почему и он доверяет нам она благословляя вас это утро благословляя вас это общение молитвы пусть господь благословит всех также я хотел особенно поблагодарить пастырей за вашу помощь и поддержку молитве некоторое время назад мы молились о том чтобы господь благословил меня этой поездки которые он положил мне на сердце в студенте что-то америке не знаете мне хотелось бы подробней засвидетельствовать от тех чудесах и славе боже которую господь совершил за это время два месяца путешествий но так получилось что я не могу сегодня быть в черкассах сейчас нахожусь на поберечь черного моря это тоже отдельная история отдельное чудо отдельная слава божья бог благословил нас этой возможностью переехать семьей женой с детками и просто наслаждаться отдыхом наслаждаться общением молитвой и красотой божьего творения но возвращаясь к америке это было замечательно и потрясающее путешествие путешествие молитвы путешествие веры путешествие чудес и знамений божьих спасибо вам большое всем кто верил кто поддерживал кто молился пусть бог благословит вас исполнить ваши желания и ваши мечты и это еще одно доказательство что если бог для меня совершает такие чудеса и отвечает на мои молитвы желания то тем более господь ответит на моих у каждого из вас просто верьте потому что господь любит радовать судите господь любит благословляться детей господь любит просто отвечать на себя ведь потому что наш Отец И он любящий и добрый отец. И как отец он желает просто дарить подарки своим детям. И он дарит эти подарки. И все, что нам нужно, это просто научиться верить, научиться принимать, научиться просто жить, доверяя и уповая ему. Огромное еще раз спасибо всем. Огромное еще раз спасибо всем. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Пусть Бог благословит вас, дорогие братья, пасторы и служители Божьим. Также хотел сказать, что я надеюсь и верю, что все в Черкассах будет замечательно и прекрасно. В теле Христовом, в Доме Божьем. Что любовь Божья, она просто победит. И свет Божий изгонит всякую тьму, всякое недовольство, разочарование, всякое отвержение, обиды, горечи. И что бы ни происходило в городе, что бы ни происходило в политике, в экономике, в служении. Помните, что все эти вещи временные. И только любовь, она пребывает вечно и пребудет вечно. Поэтому любите друг друга. Любите друг друга, братья. Любите друг друга, как Господь заповедал нам, и как Он возлюбил нас. И Он простил нас, и Он принял нас такими, как мы есть. Любите друг друга. Проявляйте свою любовь. Говорите слова любви. Болитесь друг за друга. Поддерживайте друг друга. Звоните друг другу. Заходите в гости, приезжайте. И я приглашаю каждого из вас к себе, когда я возвращусь домой, через несколько дней вы можете приехать и провести замечательное время в общении, в молитве с таким рабом, Божьим рабом и служителем Божьим, как я. За чашечкой кофе, может быть, даже с бутербродиком, с масочкой, с сырком. И мы можем пообщаться и поделиться о том, что Бог делает в наших жизнях. Это так ценно. Наше общение друг с другом, наша любовь, наша поддержка друг к другу. Мы все нуждаемся друг в друге. Господь соединил нас в теле Христовом. Поэтому давайте не будем поддаваться врагу и дьяволу, который пытается разделить нас, который пытается поссорить нас, который пытается поставить нас в разные ниши. Это пастор большой церкви, это маленький, это богатый, это бедный, это высокий, это тонкий, это сандевец, это ледяевец, это рекреновец, это еще кого-то. Мы все дети Отца нашего Небесного. Мы все рабы и служители Господа Иисуса Христа. Не давайте дьяволу просто обмануть нас и податься этой провокации. Просто любите друг друга. Служите друг другу, принимайте друг друга и поддерживайте друг друга. И Бог будет прославляться и будет спасать и прилагать спасаемых к церкви. Именно такую церковь Он ожидает, Он готовит, Он тренирует, где любовь между братьями, любовь между сестрами, любовь между телом Христовым будет преобладать. И служите Господу, молитесь и поклоняйтесь Духе. Ничто так не объединяет тело Христово, ничто так не объединяет церковь, ничто так не объединяет братьев и сестер, как совместное поклонение в Духе. Длительное поклонение, продолжительное поклонение, молитва. Поэтому не жалейте времени для совместной молитвы, не жалейте времени для совместного поклонения в Духе. Это самое лучшее время, которое вы можете потратить, это самая лучшая инвестиция. Это не в разговор. Иногда мы можем часами, часами говорить и говорить, и говорить. Вы знаете, но говорить это хорошо, делиться это хорошо, особенно о чудесах Божьих, о славе Божьей в нашей жизни. Но самое лучшее время, это когда мы проводим вместе в молитве и в поклонении. Поэтому молитесь и поклоняйтесь. Поэтому я уже заканчиваю свои слова, свои обращения, чтобы не забирать ваше время драгоценное, чтобы можно было молиться и молиться, и молиться, и молиться, и отдаться Духу Святому, и позволить Ему изменять нас, преображать нас, и вести нас туда, куда Он желает нас вести, и в глубины, и в высоты, и широты Божьей славы, Божьей любви, Божьей благодати. Огромное Вам спасибо, огромное Вам спасибо, как бы мне хотелось быть сейчас среди Вас, и молиться вместе с Вами, поклоняться, любить Вас, служить Вам, и даже омыть все ноги. Вы знаете, Иисус сказал, если кто из Вас хочет быть большим, будь слугою. Я знаю, там у Вас сейчас происходят вот эти все вопросы по выбору президента, по выбору старшего. Но помните, что старшим – это быть слугой. Это не начальствовать, это не господствовать, это не править, это не возвышаться над кем-то, это просто служить. И прежде всего служить дарами Духа Святого, служить молитвой, служить утешением, служить ободрением. Если Вы не сможете никого выбрать, пожалуйста, выберите меня, и я буду служить Вам. Я буду любить Вас, я буду молиться за Вас, я буду мыть ноги Вам, я буду слугой для Вас. Конечно же, я не обещаю, что буду заниматься политикой, социальными и другими вопросами, но, конечно же, то, что касается молитвы и служения, то я готов. Это, конечно, была шутка. Пусть Бог благословит Вас. Я люблю Вас, целую и обнимаю. До скорой встречи в Черкассах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...